Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Очередной день здоровья в серии медицинских профилактических акций прошел в микрорайоне Алексеевский. Археологический музей отмечает юбилей. Ровно 105 лет назад в музее провели первую выставку. 26 октября в администрации города поздравили автомобилистов с профессиональным праздником. А сейчас обо всем подробнее. Очередной день здоровья в серии осенних состоялся в микрорайоне Алексеевский в центре медпрофилактики. Взрослые и дети, более 500 человек, прошли медицинский осмотр и экспресс-обследование. Довольны ли состоянием своего здоровья на обчане, расскажет Алина Гумерова. Впервые в практике Дней здоровья проводилось пульс-оксиметрии и обследование на смокелайзере. Специальные исследования для курильщиков, помогающие выявить, насколько их организм подвержен кислородной недостаточности. Мне просто было интересно проверить себя на курении. Я не курю, но было интересно. Сначала нам на палец надевали какую-то штуку, чтобы проверить. Потом мы дули в трубочку и там уже говорили, сколько в нас обидержится никотина. Смокелайзер – прибор для определения концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Он специально предназначен для использования в области медицины, занимающейся проблемами курения. Оказывается, кислородным голоданием страдает немало молодежи. И это обследование – еще один повод задуматься о непоправивом вреде, который наносит организму никотиновая зависимость. У нас есть такая табличка, по которой можно определить, на сколько процентов человек дышит. Есть некурильщик, то есть есть допустимый процент в организме. Есть легкий курильщик, есть курильщик. Есть у нас также пассивные курильщики. День здоровья в Центре медицинской профилактики посетили 553 анапчанина. Всего было проведено более 2000 консультаций и обследований. Вели прием 18 врачей – терапевт, невролог, эндокринолог, лорг, кардиолог, офтальмолог, педиатр, медицинский психолог, социальный педагог и другие. Все желающие могли измерить давление, рост, вес, провести экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови, УЗИ-диагностику, обследовать сердце на кардиовизоре. Я сюда пришла обследоваться, но оказалось, что у меня анализы хорошие. Вот, например, сахар 4,6, так что это как у молодой. И давление 120 на 70. Электрокардиограмму прошла, терапевта прошла, невролога прошла. Очень хорошее отношение врачей, доброжелательное. Очень много рекомендаций сказано. Очень полезная информация. Серьезную помощь в организации мероприятия оказали студенты медицинского колледжа. Проводили анкетирование, раздавали профилактические буклеты, регистрировали участников. День здоровья посетила молодежь Анапы. Школьников освободили от учебных занятий, чтобы все успели пройти обследование у каждого врача. Конечно, школьникам нужно, потому что все-таки вдруг выявляются какие-то патологии, которые будут в 30 лет, допустим, как рак или как другие разные заболевания. То есть это достаточно важно. И не только взрослым, но еще и детям. Во время Дни здоровья в Анапе уже спасены десятки жизней анапчан. И выявлено на ранней стадии много серьезных заболеваний. В проценте выявляемости где-то около 10-15% впервые всегда обнаруживают те заболевания, о которых люди даже не знали. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Выявляется у нас сердечная патология на кардиограмме. На УЗИ выявляются иногда кисты, заболевания внутренних органов, щитовидная железа. Поэтому достаточно часто мы выявляем именно те заболевания, которые дальше нужно лечить и состоять на диспансерном учете. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, курс Дни здоровья на курорте будет продолжен в сельских округах. 69-я сессия Совета депутатов была посвящена важным в жизни города вопросам. Почему была скорректирована программа наказов избирателей и на какие первоочередные нужды перераспределены средства, расскажет Наталья из Мозгова. Пять вопросов рассмотрели депутаты на 69-й сессии городского совета. Структурные подразделения администрации продолжают приводить в соответствие с федеральными законами местные законодательные акты. Так, единогласным решением собравшихся принято изменение в рабочее положение об управлениях здравоохранения и физической культуры. Депутаты также внесли изменения в план приватизации объектов муниципальной собственности. По просьбам избирателей скорректирована программа выполнения наказов. Необходимо больше средств направить в систему ЖКХ для ликвидации последствий разгула стихии. Нина Баклина, исполнительный директор ООО «Газпромежрегионгаз-Краснодар», привлекла внимание депутатов к проблемам скопившейся задолженности в топливно-энергетическом комплексе. Долг теплоэнерго за потребленный ресурс около 10 миллионов рублей. Олег Марадиросян заверил депутатов, что к концу ноября задолженность будет погашена. Этот вопрос на контроле администрации города-курорта. Нина Баклина подняла еще один важный вопрос. Из просьб жителей ликвидировать очередь в Анапа-Кургаз вытекает закономерная потребность в строительстве нового здания. Земельным участкам, переданным предприятию в долгосрочную аренду, есть сложности. Депутаты взяли паузу для изучения вопросов в рабочем порядке. Археологический музей отмечает юбилей. Ровно 105 лет назад в музее провели первую выставку, посвященную античному полюсу Гаргипе. В честь юбилея в санатории Анапа-Океан провели круглый стол, где обсудили актуальные вопросы изучения истории Анапы. Уникальное фондовое собрание «Памятник археологии Гаргипе» известно далеко за пределами региона. Благодаря активной творческой работе коллектива музей стал подлинным центром культуры, науки, патриотического воспитания молодежи. Почетные гости мероприятия поздравили со знаменательной датой один из ведущих археологических музеев России. Представители Министерства культуры края, администрацию города-курорта, депутаты, краеведы сказали много теплых слов в адрес руководства музея и подарили подарки. Сотни тысяч отдыхающих, которые приезжают сюда, очищают музей Гаргипе. Олимпийские чемпионы, непременно приезжая сюда, пытаются прикоснуться к олимпийской госте и считают, если был в городе Анапе и не побывал в музее Гаргипе, значит ничего не увидел. Я от души вас поздравляю с этим замечательным событием. 105 лет – это небольшая дата. Впереди еще очень и очень много работы для того, чтобы наша молодежь хорошо знала историю нашей страны. Новые экспозиции, выставки, просветительные музейные проекты становятся событиями в культурной и общественной жизни края. Музей ежегодно исследует и вводит научный оборот, коллекции археологических предметов, краеведческих материалов, мемориальные реликвии деятелей истории, литературы, искусства, внесших значительный вклад в развитие России и Кубани. Исполняющая обязанности заведующего Анапским археологическим музеем Ирина Мельникова выступила с докладом о 105-летии музея, рассказала о работе, проводима сотрудниками. Сейчас очень активно используется экспозиция Анапа «Город воинской славы». В этом году, 4 сентября, мы начали вместе с советом депутатов, с администрацией города-курота военно-исторические чтения. Буквально все школьники города побывали в зале воинской славы перед днем освобождения Анапы. Мы провели большую конференцию преподавателей, студентов, учащихся, посвященную Леонопольскому мирному договору. Мы проводили акцию. Творчески, используя огромный культурный потенциал от античности до современности, в музее реализуют новые программы. Принимают участие в международных, российских и краевых фестивалях, конкурсах, акциях. Заместитель директора музея по научной работе Андрей Новичихин рассказал об основателе музея и историке Анапы Николая Веселовском. А сотрудник музея Валерий Сотник – о значении для города-курорта Андреанопольского мирного договора 1829 года. В ходе круглого стола анапские музейные работники поделились опытом, поведали о самых интересных открытиях и находках, сделанных за годы существования музея. И в продолжение темы. В Анапском археологическом музее провели литературную гостиную, посвященную 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов и Анапа. Именно так назвали мероприятие и посвятили его великому поэту. Еще творчество – одна из самых великих вершин русской мировой литературы. На лермонтовских чтениях в музее собрались краеведы, историки, члены литературного объединения «Парус». Мы особый день выделяем для того, чтобы воздать должное гению. Весь мир отмечал 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. И сегодня мы проводим литературную беседку, как раз посвященную этой дате. Был ли Лермонтов в Анапе? У местных музейщиков этот факт даже не вызывает сомнения. О том, что связывает Михаила Юрьевича с городом-курортом, участникам мероприятия рассказала заслуженный работник культуры Кубани, сотрудник Анапского археологического музея Зоя Лемякина. О чем бы ни писал поэт, о далеком прошлом или современности, природе или любви, его идеи и образы всегда насыщены чувством патриотизма и свободолюбия. На литературной поэтической встрече обсудили творчество и личность писателя, читали его стихи. Пока будет жив русский человек, будет жива память о великом поэте Михаиле Юрьевичу Лермонтове. К другим темам. С профессиональным праздником автомобилистов поздравили в администрации города. Самых спокойных, уверенных и опытных водителей отметили благодарностями и грамотами главы города. Сидеть сегодня в актовом зале этим людям непривычно. Их будни связаны с мерным шуршанием колес по асфальту. Зеленый свет, светофоры, зеркала бокового вида и руль для них лучшие друзья. Ко дню работника автомобильного и городского транспорта глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами лучших сотрудников и руководителей автотранспортных предприятий города. Труд ваш, он вроде бы незаметный, но самое главное, что вы обеспечиваете все, что востребовано сегодня от жителей города Бурок-Анадо. То, что сегодня требует от нас время. И те мероприятия, которые вы осуществляете сегодня, вы осуществляете в помощь нашим ветеранам Великой Отечественной Рании, нашим деткам, которые выступают на соревнованиях, нашим инвалидам, которые тоже обеспечиваются безвозмездной помощью стороны перевозчиков. Это самое важное. Начальник отдела по транспорту и связи Анапы Юрий Кудрявцев поздравил коллег с профессиональным праздником. Хочу поздравить вас и ваши коллективы, руководителей предприятий, водительский состав, механиков, медиков с этим праздником. Пожелать вам удачи, семейного благополучия, ровных дорог и всего самого наилучшего. Владимир Кулаков уже 35 лет привозит пассажиров. Он знает, как найти подход к каждому. Каждого человека свой характер. Это надо понять. Где-то можно промолчать, а где-то надо предупредить людей. Это с детства, наверное, мечта такая, быть водителем автобуса. Как раньше в детстве помню, на старых автобусах, полных людьми, ездили в Новороссийск, невозможно было дышать. Но сейчас приятно, потому что автобусы прекрасные сейчас. Приятно осознавать, что у нас администрация помнит, знает, что мы приносим пользу людям. Чтобы управлять автотранспортным предприятием, нужно пройти, я так считаю, нужно пройти, я, допустим, 23 года работаю в этой сфере. И начинал с ПТП, с моторного цеха. И постепенно за эти годы прошел все вот эти ступени. По традиции, с нашим коллективом, мы каждый год в это время выезжаем на рыбалку. И потом вечером собираемся в узком кругу. В транспортных предприятиях Анапы трудится полторы тысячи человек. Дождь и снег, жару и холод они ежедневно перевозят тысячи людей в места назначения. Несмотря на сильный ветер и почти нулевую температуру воздуха, на поле стадиона «Спартак» в минувшую субботу кипели настоящие страсти. Играли городской футбольный клуб «Анапа» и «Витязевский Понтас». Итог встречи 2-0 в пользу городского футбольного клуба «Анапа». Финальный матч чемпионата пройдет уже на этой неделе. Субботу, 1 ноября, футбольный клуб «Анапа» встречается на выезде с геленджикской командой «Спартак». В этом матче решится, какие медали получит наш футбольный клуб. Серебро или бронза? Пожелаем анапчанам удачи. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 28 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла, ночью плюс 6-8. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор Т.Кулакова 1